В 2019 году нам с сестрой Эндрей поручили работу по художественному оформлению церкви. Когда я впервые приступила к этим обязанностям, мне были непонятны многие принципы, поэтому Эндрия терпеливо беседовала со мной и брала большую часть работы на себя. Позже я узнала, что она выполняла этот долг в течение двух лет, имела некоторый опыт работы и во всем, от решения проблем на собраниях до подведения итогов работы, мыслила более широко, чем я. Когда у братьев и сестер возникали вопросы, у нее всегда были хорошие решения. Я понимала, что в сравнении с ней я сильно отстаю. Я думала, как много страданий мне придется претерпеть и на какие жертвы пойти, чтобы стать такой, как Эндрия. Раз у нее больше опыта и она несет большее бремя, я позволю ей делать большую часть работы. Перед подведением итогов работы Эндрия попросила меня заблаговременно продумать, как беседовать, чтобы решать проблемы. А я просто подумала, это же столько хлопот. Вдобавок к обобщению имеющихся проблем, мне нужно найти соответствующие слова Бога и принципы для беседы о решении этих проблем. И у меня не так уж много опыта, особенно в профессиональных вопросах. Чтобы предложить решение, мне нужно приложить столько усилий для поиска информации, а также стремиться беседовать о том, чего я не понимаю. Это отнимет у меня много времени и сил. Эндрия знает эту область, так что она может подвести итоги. Пусть она этим и занимается. После этого я больше никогда не думала о подведении итогов работы. Когда во время подведения итогов Эндрия спросила, какие у меня идеи и соображения, я ответила, «Мне эта область незнакома, так что лучше ты подведи итоги». Временами, обдумывая схему нашего обучения, она спрашивала меня, «Не хочу ли я поучаствовать, дать свои советы и помочь избежать потенциальных проблем?» Я думала, за наше обучение всегда отвечала Эндрия. «Чтобы принять участие, мне придется размышлять об этом и изучать вопросы, которых я детально не знаю. Это потребует слишком больших усилий». «Да ну его, я не буду участвовать». В общем, я отвергла предложение Эндрии. Позже мы изучали новую технику рисования. В ходе ее изучения мы постоянно сталкивались с трудностями и проблемами. Но Эндрия обсуждала и решала их вместе с нами. «Поскольку я плохо знала эту технику, то даже дважды выслушав объяснение, я все равно путалась и думала. Освоение новых навыков в этой области очень утомительно. Думаю, что в этот раз я не буду участвовать. В любом случае, у нас есть Эндрия. Она поможет нам освоить эту технику». Затем, во время обучения, я невнимательно слушала. Иногда за все время я не произносила ни слова. А в иных случаях занималась другими делами. «Когда Эндрия интересовалась моими идеями и мыслями, я всегда беззаботно отвечала, что у меня их нет. Постепенно, при выполнении своих обязанностей, я стала нести все меньшее бремя и перестала замечать проблемы при проверке работы. В течение этого периода я ежедневно ощущала пустоту в своем сердце и становилась все более негативно настроенной. Я понимала, что у меня низкий духовный уровень и что я не справляюсь с этими обязанностями. Однажды, после обсуждения совместной работы, Эндрия сказала мне, «Ты уже некоторое время выполняешь эту обязанность, но продолжаешь говорить, что тебе не хватает опыта или понимания. Ты просто не желаешь нести бремя и прилагать усилия. Причина, по которой у меня есть какие-либо хорошие идеи, заключается в том, что я часто молюсь, уповаю на Бога и ищу принципы, чтобы понять суть вещей». В обучении мы должны брать на себя инициативу, особенно когда речь идет о профессиональных вопросах, в которых мы не разбираемся. Иначе как мы сможем хорошо выполнять свой долг? Затем она рассказала о том, как, сталкиваясь с трудностями, она уповала на Бога и стремилась находить решение. Однако в тот момент я все еще совершенно не осознавала свои проблемы. Наоборот, мне казалось, что Эндрия не понимает моих трудностей. Поэтому я не прислушалась к ее советам и не стала анализировать себя. Вскоре Эндрии поручили другую работу. Мне было очень грустно, когда она ушла, потому что при таком количестве работы у меня не было никаких идей. Я думала, «Уже больше года я ответственна за эту работу. Так почему же я все еще не могу взяться за нее?» Именно тогда я вспомнила, что сказала мне Эндрия. Неужели я и вправду не несла времени своего долга? Я помолилась Богу, прося Его водительства в самоанализе и самопознании. Я прочла вот этот отрывок из Божьего Слова. В большинстве случаев вы не в состоянии ответить, когда вас спрашивают о рабочих проблемах. Некоторые из вас втянулись в работу, но вы никогда не интересуетесь, как она идет, и не задумываетесь об этом глубоко. Учитывая ваш уровень и знания, вам должно быть хоть что-то известно, потому что все вы принимали участие в этой работе. Так почему же большинство людей молчит? Возможно, что вы действительно не знаете, что сказать. Вы не знаете, хорошо ли идут дела. На это есть две причины. Первая. Вы абсолютно равнодушны. Вас никогда не волновали эти вопросы, и вы относитесь к ним только как к задаче, которую необходимо выполнить. Другая причина заключается в том, что вы безответственны и не желаете об этом заботиться. Если бы вам было не все равно, и вы были по-настоящему заинтересованы, у вас на все были бы свои взгляды и точка зрения. Отсутствие точки зрения или взглядов часто происходит от безразличия, апатии и безответственности. Вы не проявляете усердия при исполнении своих обязанностей. Вы не берете на себя никакой ответственности. Вы не желаете ничем жертвовать и ни в чем участвовать. Вы не делаете никаких усилий и не готовы затрачивать больше энергии. Вы просто хотите быть подчиненными, что ничем не отличается от того, как язычник работает на своего начальника. Подобное исполнение обязанностей Богу не по нраву. Оно не радует его. Оно не может получить его одобрение. Божье Слово точно раскрыло мое состояние. Когда я была напарницей Эндрии и обсуждала с ней работу, у меня никогда не было собственных взглядов или идей. Мне всегда казалось, что причиной тому плохое знание области деятельности и работы. Только прочитав Божье Слово, я поняла, что все это из-за моей беспечности и безответственности. Если вспомнить время сотрудничества с Эндрией, то каждый раз, когда у меня возникали профессиональные проблемы, я никогда об этом не беспокоилась. Я использовала свою неопытность в исполнении долга и плохое понимание принципов как предлог, чтобы уклониться от решения проблемы и избежать ее. При обсуждении работы я отмалчивалась. Я никогда тщательно не думала об этом. В присутствии Эндрии я часто говорила, что не понимаю, не умею, что у нее больше опыта. Но на самом деле это были просто отговорки. В реальности я намеревалась добиться ее сочувствия и понимания, чтобы она делала большую часть работы, а я могла продолжить наслаждаться своим досугом. До чего лукавой и лживой я была. Меня назначили на эту должность более года назад. И у меня была профессиональная база. Поэтому, если бы я была ответственной и усердно училась, у меня при обсуждении работы было бы собственное мнение. Возможно, я смогла бы взяться за эту работу после перевода Эндрии. Но я не делала ничего и безответственно относилась к выполнению своих обязанностей. Я будто работала просто за зарплату и за дня в день выживая с настолько минимальными усилиями или волнениями, насколько это могло сойти мне с рук. Я никогда не думала о том, как выполнять работу надлежащим образом, как сделать все, что в моих силах, и выполнить свои обязательства. Я просто кое-как справлялась со своими обязанностями, думая лишь о том, как избежать плотских страданий, и совсем не учитывала Божью волю. Как я вообще могла говорить, что у меня в сердце есть место для Бога? Как Богу было не возненавидеть меня за мое отношение к своему долгу? После этого я прочла еще один отрывок из Божьего Слова. Господь Иисус однажды сказал, «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Каков смысл этих слов? Смысл их таков, если ты даже не выполняешь своего долга или своей работы и не посвящаешь себя им, Бог отнимет то, что когда-то было твоим. Что значит «отнимет»? Как это воспринимают люди? Например, ты не смог добиться результатов, соответствующих твоему духовному росту и твоим талантам, но ты ничего не чувствуешь и ничем не отличаешься от язычника. Вот каково это, когда Бог отнимает у тебя все. Если ты нерадиво исполняешь свой долг, не идешь на жертвы, и если ты не искренен, Бог отнимет то, что когда-то было твоим. Он отнимет у тебя твое право исполнять долг. Он не даст тебе этого права. Поскольку Бог дал тебе таланты и духовный уровень, а ты не выполнял свой долг как следует, не отдавал себя полностью Богу, ничем не жертвовал и не вкладывал душу в работу, то Бог не только не благословит тебя, но и отнимет то, что ты когда-то имел. Бог одаривает людей, наделяя их особыми навыками, а также умом и мудростью. Как же люди должны использовать их? Ты должен посвятить свои особые навыки свой дар, свой интеллект и мудрость выполнению своего долга. Ты должен использовать свое сердце и применять для выполнения своего долга все, что знаешь, все, что понимаешь, все, чего можешь достичь. Поступая так, ты получишь благословение. Что значит быть благословенным Богом? Как чувствуют себя люди в таком случае? Они чувствуют, что Бог просветил и направил их, и что у них есть путь в исполнении долга. Другим людям может казаться, что твой уровень и познание не позволяют тебе доводить задачи до выполнения. Но если Бог работает в твоей жизни и просвещает тебя, ты сможешь не только понимать и выполнять свои задачи, но и выполнять их хорошо. Потом ты и сам удивишься. Раньше я был не очень умелым, но теперь у меня появилось так много хороших качеств, и все они положительные. Я никогда не учился им, но теперь вдруг во всем разбираюсь. Как это я вдруг так поумнел? Откуда у меня теперь появилось столько умений? Ты не сможешь объяснить это. Это Божье просвещение и благословение. Так Бог благословляет людей. Если ты не чувствуешь этого, исполняя свой долг или работу, значит, Бог не благословил тебя. После размышлений над Словом Божьим я поняла, что Бог благословляет честных и тех, кто искренне посвящает Ему всего себя. Чем усерднее человек, чем больше он старается усовершенствовать выполнение своих обязанностей, тем больше его просвещает Святой Дух, и тем эффективнее он выполняет свой долг. И наоборот, если ты выполняешь свой долг обманными путями, не проявляешь усердия и не идешь на жертвы, ты никогда не добьешься прогресса, не получишь никакой пользы от выполнения своего долга и можешь даже потерять то, что сумел достичь. В этот момент я вспомнила, как Эндрия рассказывала мне о своем опыте. Правда в том, что поначалу многое в работе было ей непонятно, но она часто представала со своими трудностями перед Богом, молясь, ища и глубоко размышляя о них, а также общаясь с другими и делая выводы. И сама того не осознавая, она была просвещена Святым Духом и всегда могла предложить новые идеи. Она добивалась все большего прогресса и становилась все более эффективной, выполняя свои обязанности. Между тем, я старалась сохранить статус-кво, не стремилась к прогрессу, старалась наслаждаться досугом и совсем не хотела страдать или идти на жертвы. В итоге, я даже не раскрыла свой потенциал. Как сказано в Божьих словах, «Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Богу было ненавистно мое нерадивое и безответственное отношение к своему долгу. Я осознала, что если не покаюсь, то наверняка буду отвергнута Богом и в конечном счете вообще утрачу шанс выполнять долг. Эта мысль напугала меня, поэтому я немедленно обратилась к Богу с молитвой покаяния, чтобы с помощью Его водительства найти путь практики. Позже я прочла Божье слово. Как следует понимать обязанности, как то, что Творец Бог поручает делать людям. Так возникают обязанности людей. Поручение, которое дает Тебе Бог, это Твой долг и совершенно естественно и оправдано, что Ты исполняешь Свой долг так, как того требует Бог. Если Тебе станет ясно, что этот долг – это Божье поручение, Божья любовь и Божье благословение, снисходящее на Тебя, то Ты сможешь принять Свой долг с боголюбивым сердцем, будешь помнить о Божьей воле, исполняя Свой долг, и сможешь преодолеть все трудности, чтобы угодить Богу. Тот, кто действительно полностью посвящает Себя Богу, никогда не смог бы отказаться от Божьего поручения и ни от какого долга. Какой бы долг ни возложил на Тебя Бог и с какими бы трудностями Он ни был сопряжен, тебе не следует от Него отказываться, ты должен Его принять. Это путь практики, который заключается в том, чтобы притворять истину в жизнь и быть преданным во всем, чтобы угодить Богу. На что здесь нужно обратить внимание? На слова «во всем»? Под «всем» не обязательно подразумевается то, что тебе по нраву, что у тебя хорошо получается, и тем более то, с чем ты хорошо знаком. Иногда это будет что-то, в чем ты не разбираешься, чему тебе нужно учиться, что-то сложное или вызывающее страдания. Но что бы это ни было, если Бог тебе это доверил, ты должен принять это от Него, а приняв, исполнить этот долг хорошо и со всей своей преданностью, угождая воле Божьей. Это и есть путь практики. Поразмыслив над этими словами Бога, я очень вдохновилась. Долг – это Божье поручение, и независимо от того, искусно ли мы в нем, прост он или сложен, он исходит от Бога. Поэтому мы должны быть ответственными и настолько верными, насколько это возможно. Только после того, как мы сделаем все возможное и выполним свои обязательства, мы сможем получить Божье водительство. Я припомнила все те случаи, когда я клялась перед Богом, что буду преданно выполнять свои обязанности, чтобы воздать Ему за Его любовь. Теперь, когда эта обязанность стала немного более сложной и требующей усилий, и я должна была пострадать и пойти на жертвы, я справлялась кое-как и пыталась избежать этого. Осознав это, я поняла, что я в долгу перед Богом и недостойна наслаждаться Его любовью. Дальше продолжать так было нельзя. Чтобы в будущем не было сожалений, я должна была практиковать в соответствии с Божьим Словом, с душой относиться к своим обязанностям и полностью выполнять свои обязательства. Поэтому после этого я взяла на себя инициативу и стала изучать и знакомиться с работой, которая ранее была мне непривычна. А сталкиваясь со сложными проблемами, я больше не пыталась их избегать. Вместо этого я взяла на себя инициативу обсуждать и решать их вместе с братьями и сёстрами. И когда что-то было мне непонятно, я просила их научить меня. Постепенно я начала разбираться в деталях, и когда другие сталкивались с трудностями, я могла предложить им подходящие решения. Когда я подводила итоги нашей работы, у меня поначалу не было никаких идей, и я всё ещё хотела избежать этого. Но вспоминая то, что прочла в Божьем Слове, я осознанно отрекалась от плоти, думала о проблемах, имеющих место при исполнении нами нашего долга, и работала над поиском принципов и изучением информации. Попрактиковавшись таким образом какое-то время, я отчётливо почувствовала Божье водительство. Сама того не замечая, я начала понимать многое из того, чего не понимала и в чём путалась. И каждый раз, подводя итоги проделанной работы, мы добивались результатов. Братья и сёстры воплощали в жизнь те выводы, которые мы делали, и также добивались прогресса. Мне казалось, что моё отношение к своему долгу в чём-то изменилось. Но, столкнувшись с похожей ситуацией, я вернулась к старым привычкам. В сентябре 2021 года ввиду рабочей необходимости я начала сотрудничать с сестрой Рози над поливом новообращённых. Я думала, что эта обязанность не связана с техническими проблемами, так что будет меньше головной боли. Но в реальности, начав выполнять её, я обнаружила, что добросовестно осуществлять полив новообращённых не так-то легко. Приходилось не только общаться с новообращёнными на другом языке, но и беседовать об истине, чтобы быстро устранять их представления и замешательства. Я поняла, что Рози очень компетентна во всех аспектах работы. Она могла быстро найти соответствующую истину, чтобы решить проблемы новообращённых. А у меня, как я видела, это получалось очень плохо. Я не могла ясно беседовать об истине или решать их проблемы. Чтобы достичь уровня Рози, мне нужно было бы учиться и вооружаться истиной в течение длительного времени, а также идти на значительные жертвы. Я думала, ну и ладно, Рози всё равно теперь моя напарница, так что мне не нужно беспокоиться. Рассудив так, я не стала с рвением вооружать себя истинами, касающимися полива. И после собраний не расспрашивала новообращённых об их проблемах и трудностях. Однажды я подумала, что уже два месяца выполняю эту обязанность, но всё ещё не могу самостоятельно провести полив новообращённого. Я всегда оправдывалась тем, что не понимаю, но на самом деле я не стремилась идти на какие-либо жертвы. Я не могла не спросить себя, почему, как только я сталкиваюсь с обязанностями, в которых не разбираюсь, я использую своё непонимание и неумение в качестве оправданий, чтобы кое-как справляться с выполнением обязанностей и не хочу идти на какие-либо жертвы. Я предстала перед Богом со своим состоянием и смятением и помолилась. Однажды во время духовных чтений я прочла в Божьем слове следующее. Исполняя свои обязанности, люди всегда выбирают лёгкую работу, которая не будет утомительной и не потребует от них борьбы со стихиями на открытом воздухе. Это называется выбор лёгкой работы и уклонение от тяжёлой и демонстрирует жажду плотских удобств. Что ещё входит в это понятие? Постоянные жалобы, если их обязанности тяжеловаты, немного утомительны, если им приходится идти на жертвы. Слишком много внимания еде, одежде и плотским радостям. Всё это проявление жажды плотских удобств. Когда такой человек видит, что задача слишком трудоёмка или рискованна, он перекладывает её на кого-то другого. Сами эти люди занимаются только незатратной работой и оправдывают свою неспособность выполнять трудоёмкую тем, что у них низкий уровень и нет необходимых навыков, что для них это непосильно, но на самом деле это происходит потому, что они жаждут плотских удобств. Случается также, что люди постоянно жалуются при выполнении своих обязанностей, не хотят прикладывать никаких усилий и как только появляется небольшой перерыв, тратят его на отдых, праздную болтовню, досуг и развлечение. А когда работа набирает обороты и нарушает ритм и распорядок их жизни, они становятся несчастными и недовольными. Они ворчат, жалуются и исполняют свои обязанности поверхностно и небрежно. Разве это не жажда плотских удобств? Подходят ли люди, жаждущие плотских удобств для исполнения обязанностей? Начни обсуждать с ними вопрос исполнения обязанностей, говорить с ними о необходимости чем-нибудь жертвовать и переносить невзгоды, и они станут качать головой. У них слишком много проблем, они бесконечно жалуются и ко всему относятся негативно. Такие люди бесполезны, они недостойны исполнять свои обязанности и должны быть отсеяны. Некоторые лжелидеры действительно обладают некоторым уровнем, но они не занимаются практической работой, а жаждут плотских утех. Люди, жаждущие плотских утех, мало чем отличаются от свиней. Свиньи целыми днями только спят и едят и больше ничего не делают. Однако после года тяжелой работы по их откорму, когда в конце года вся семья ест свинину, можно сказать, что они принесли пользу. Если лжелидера содержат как свинью, если он бесплатно ест и пьет три раза в день, толстеет и крепнет, но при этом не выполняет никакой практической работы и не приносит никакой пользы, то разве его содержание не будет бесполезным? Разве от него есть хоть какая-то польза? Такие лжелидеры только мешают Божьей работе и должны быть отсеяны. Действительно, лучше держать свинью, чем лжелидера. Лжелидер может носить звание лидера, занимать эту должность, хорошо питаться три раза в день, наслаждаться обильной Божьей благодатью и к концу года быть уже неплохо откормленным. Но как обстоят дела с работой? Посмотри на все, что было сделано за этот год. Были ли в этом году достигнуты результаты в какой-либо части твоей работы? Какую практическую работу ты проделал? Дом Божий не требует от тебя идеального выполнения каждого задания, но ты должен хорошо выполнять ключевую работу, например, работу по распространению Евангелия, работу с аудио и видео, работу с текстами и так далее. Эта работа должна быть плодотворной. При нормальных обстоятельствах ее результат должен быть виден через 3-5 месяцев. Если же по истечении года результата все еще нет, то это серьезная проблема. Через год посмотри, какая работа в рамках твоей ответственности была наиболее успешной, ради какой работы ты чаще всего шел на жертвы и больше всего страдал. Посмотри на свои достижения. В душе ты должен иметь некое представление о том, достиг ли ты чего-либо ценного за год наслаждения Божьей благодатью. Чем ты занимался все это время, пока вкушал пищу в Божьем доме и наслаждался Божьей благодатью? Достиг ли ты чего-нибудь? Если ты ничего не достиг, значит ты нахлебник, настоящий лжелидер. Когда я размышляла над этими словами Бога, казалось, словно они пронзают мне сердце. Только теперь я действительно поняла, что при исполнении своих обязанностей я всегда уклонялась от трудностей и использовала свое непонимание и неумение в качестве оправдания, потому что была слишком ленива и слишком сильно жаждала плотских удовольствий. В прошлом, когда мы вместе с Эндрюей отвечали за работу, я всегда выбирала себе легкие и простые задания и отдавала ей все, в чем не была искусна и что требовало тщательного обдумывания. Теперь, поливая новообращенных вместе с Розе, я по-прежнему не хотела беспокоиться или идти на какие-то жертвы. Я задумалась о своем поведении и поняла, что главная причина этого в том, что мною управляли сатанинские житейские мудрости. Поговорки вроде «Своя рубашка ближе к телу», «Лови момент наслаждения, ибо жизнь коротка», и «Побалуй себя, пока жив», глубоко пустили корни в моем сердце. Мне всегда оказалось, что люди должны жить для себя, и когда мы не страдаем и тешим плоть, мы живем так, как нам положено. Придя в церковь, чтобы выполнять свой долг, я все еще придерживалась этой точки зрения. Когда я не справлялась с обязанностями или сталкивалась с трудностями, которые требовали от меня пойти на определенные жертвы, я шарахалась от них, как черепаха, втягивающая голову в панцирь, и ставила плотские удовольствия на первое место. У свиней нет ни забот, ни дел. Они только и знают, что есть пить и спать. Заботясь только о своем комфорте, я была точно такой же. Какой пошлой жизнью я жила. Я подумала о том, что в прошлом была куратором, а теперь занята поливом. Бог был милостив ко мне, а я вообще не пыталась развиваться или задуматься о своей ответственности и обязанностях. Я безответственно относилась к работе церкви и к жизням братьев и сестер. У меня не было ни грамма совести. Мне не хотелось страдать или идти на жертвы. Вместо этого я пыталась вызвать сочувствие, оправдываясь недостаточным пониманием или неумением и заставляла других думать, что могу признать свои недостатки, чтобы меня считали разумной и честной. Истина состоит в том, что я пользовалась этими словами, чтобы скрыть собственную лень и безответственность. до чего же лукавой и лживой я была. Я обманывала всех братьев и сестер. Я хоть и могла обмануть их на короткое время, но Бог все видит и Бог праведен. Я пыталась одурачить и обмануть Бога. Разве Он мог не возненавидеть меня? Вот почему за все то время, пока я выполняла этот долг, я никогда не видела Божьего водительства. Моя постоянная растерянность и отсутствие очевидного прогресса явно указывали на опасность. Я прочла в Божьем Слове. Приняв то, что было возложено на Него Богом, Ной приступил к строительству ковчега, о котором поведал Ему Бог, даже не думая откладывать его, как будто это было самым важным делом в его жизни. Шли дни и годы, день за днем, год за годом. Бог никогда не давил на Ноя, но на протяжении всего этого времени Ной упорно продолжал выполнять эту важную задачу, порученную ему Богом. Каждое слово и фраза, изреченные Богом, отпечатались в сердце Ноя, подобно словам, высеченным на каменной скрижали. Не обращая внимания на перемены во внешнем мире, на смешки окружающих, сопутствующие тяготы и трудности, с которыми он сталкивался, он упорно продолжал выполнять то, что было поручено ему Богом, никогда не отчаиваясь и не помышляя о том, чтобы сдаться. Божьи слова были запечатлены в сердце Ноя и стали его повседневной реальностью. Ной приготовил все материалы, необходимые для строительства ковчега, и с каждым выверенным ударом молотка и зубила, ковчег постепенно обретал форму и технические характеристики, заповеданные Богом. Сквозь ветер и дождь, невзирая на насмешки и клевету людей, жизнь Ноя протекала таким образом год за годом. Бог тайно наблюдал за каждым действием Ноя, не говоря ему ни слова больше, и Ной тронул его сердце. Ной, однако, не знал и не чувствовал этого. Он просто строил ковчег и собирал все виды живых существ в своей непоколебимой верности Божьим словам. В сердце Ноя не было более важного указания, которому он должен был следовать и которые должен был исполнять. Божьи слова стали для него ориентиром и целью на всю жизнь. Поэтому, что бы Бог не сказал ему, что бы не попросил и не повелел сделать, Ной полностью принял это, запечатлел это в своей памяти и сделал делом всей своей жизни. Он не только не забыл об этом, не только запечатлел это в своей памяти, но и сделал это реальностью своей жизни, используя свою жизнь для принятия и исполнения Божьего поручения. И таким образом, дощечка за дощечкой был построен ковчег. Каждое действие Ноя, каждый его день были посвящены словам и заповедям Божьим. Могло показаться, что Ной не делает ничего выдающегося, но в глазах Божьих все, что делал Ной, даже каждый шаг, который он предпринимал, чтобы достичь чего-то, каждый выполненный его руками труд, все это было ценным, достойным памяти и подражания для всего человечества. Ной придерживался того, что было вверено ему Богом. Он был непоколебим своей вере в то, что каждое слово, произнесенное Богом, истина. В этом у него не было никаких сомнений. В результате ковчег был построен, и все живые существа смогли поселиться в нем. Размышляя над Божьими словами, я была очень тронута. Ной был послушан и внимателен к Богу. Когда Бог велел Ною построить ковчег, Ной дорожил Божьим поручением и повиновался его требованиям. Поначалу он не знал, как строить ковчег. Сложность этого строительства была в самом деле слишком велика. На каждом этапе ему приходилось страдать и идти на жертвы. Но Ной был верен Божьему поручению. Чтобы выполнить Божье поручение, он добровольно страдал, шел на жертвы и гвоздь за гвоздем строил ковчег. Ной усердствовал в течение 120 лет и наконец выполнил Божье поручение. Хотя Ной много пострадал для того, чтобы построить ковчег и не наслаждался плотскими удовольствиями, он выполнил Божьи поручения, угодил Богу и заслужил его одобрение. Я поняла, что в сравнении с тем, как Ной относился к Божьему поручению, у меня вообще нет человечности. Исполняя свой долг, я не была преданной, я была ленива и лукава, жаждала только плотских удовольствий и совсем не хотела страдать. Я воистину жила презренной жизнью. Если бы я продолжила в том же духе и не изменилась, то в итоге утратила бы свой долг, о чем сожалела бы до конца жизни. В последующие дни я должным образом распределяла свое время и ежедневно настойчиво вооружалась истинами, необходимыми для полива новообращенных. Однажды на собрании братья и сестры подняли проблему в работе по поливу, и когда я услышала что-то, чего не понимала, то мне захотелось избежать этого. Я думала позволить им обсудить это между собой, но в то же время я внезапно осознала свое желание справляться кое-как и не брать на себя ответственность. Я вспомнила, как серьезно и ответственно относился к своему поручению Ной, а затем быстро исправила свое неправильное состояние, я внимательно слушала, как братья и сестры беседовали об истине, чтобы решить проблему. В конце, подводя итоги, я высказала свои советы. К моему удивлению, мне сказали, что мои советы хороши. Поливая новообращенных вместе с Розе, я взяла на себя инициативу решать практические трудности новообращенных. И если находились проблемы, которые я не могла решить, я тут же обращалась за помощью к сестре Ли. Спустя короткое время я тоже могла самостоятельно поливать новичков. хотя у меня все еще много недостатков и изъянов, я чувствую, что расту и добиваюсь успехов и ощущаю себя более непринужденно. Понимание и польза, которые я смогла получить, целиком являются результатом влияния Божьей работы. Слава Богу! Редактор субтитров Корректор А.Егорова